всем привет друзья вы на канале джо и центр с вами джон кормилицин это 58 новостной сиджи выпуск с новыми обновлениями событиями и технологиями когда смотришь новости обязательно заходи на наш канал для того чтобы посмотреть новый ролик по второй части аддонов для blender ну и не забывай подписываться на наш канал потому что скоро у нас будет куча роликов в этом выпуске введение токенов и ребрендинг autodesk викам от эпиков для управления камерой со своего телефона смарт очки от facebook и rayban яндекс забирает работу у дикторов и переводчиков бесплатный реалити кепча и халявные плюшки epic games выпустили мобильное приложение lifelink викам для управления камерой внутри движка анрил программа идет на ipad или iphone android увы не поддерживает в чем его суть коннектишь свой телефон с игровым движком а потом управляем мобилкой настраиваешь масштаб движение положение и фокус виртуальной камеры поэтому если тебе хотелось снять что-то с рук то это охренительная возможность да и если приловчиться работа пойдет гораздо быстрее плагин заменяет старое приложение анрил ремоут поставляется бесплатно и уже есть меню плагинов просто вбей в поиске lifelink autodesk сделал ребрендинг новый логотип новый корпоративный шрифт и новые цвета сильно мощно и тут наверное надо поразмыслить по их мнению это смелый шаг и правда трудно не согласиться они максимально упростили бренд компании заглавная буква а стала более абстрактный но на самом деле все гораздо глубже это сложная стилизированная 3d шная деталька в элемент 3d вуаля а вы думали все так просто что ли но логотипы программ еще не представили надеемся на обновление хотя упоминание об изменениях отдельных продуктов пока не было кстати на отдельном сайте есть полный прям доскональный разбор нового логотипа и стилистики ссылочку оставили в описании и еще деск решил пофлексить компания вводит лицензирование с оплатой по мере использования новая система autodesk flex позволяет flex в смысле приобретать токены которые можно обменивать на 24 часа пользования программы туда включены 3ds max maya motion builder autocad и некоторые другие количество токенов необходимых для активации варьируется например для 3ds max и maya это 6 токенов в день минимально можно приобрести пакет из 500 за полторы тысячи долларов это конечно не заменяет подписки и очевидно что для инди разработчиков все же более рентабельное регулярное использование токены деска скорее подходит для компаний и частого использования нескольких программ хотя все зависит от ситуации и перед тем как переходить на токены лучше прочитать все детали мелким шрифтом google переводчик в помощь токены поступят в продажу с 24 сентября ссылочка в описании яндексы выкатили систему по синхронному переводу и озвучке видео от себя скажу это пушка по технической части если кратко перевод происходит в несколько этапов распознавание речи трансформация ее в текст и разбивка на предложение с помощью нейронных сетей дальше определение пола говорящего перевод на русский язык и синтез голоса работает только на браузере от юндекса но может будет расширение и для других просто заходишь с него в youtube и появляется кнопочка над видео весь перевод можно скачать в mp3 иногда нейронка выдает жесткий тролль мы уже посмотрели десяток уроков с переводом и кажется скайнет смеется над многими специалистами короче пока смотришь какой-нибудь скучный тутер можно на пф трек продолжает возвращать фишки из старых версий недавно они выкатили обновление 2108 25 нумерация у них конечно очень интересная если расшифровать получается 21 сборка выпущенная 25 августа выпуск включает в себя несколько улучшений запрошенных пользователями а именно обновили работу с дисторсией инструмент grid теперь можно настраивать вручную что упрощает настройки аноморфной линзы только вот на практике им не так уж и удобно работать тут можно сказать что раньше было лучше разработчики конечно долгие но все же прислушиваются к пользователям reality capture теперь бесплатно в образовательных целях если вы понимаете о чем я для получения лицензии необходимо подать запрос с указанием университетского адреса электронной почты то есть учащиеся и преподы не имеют права на получение индивидуальных лицензий заявка должна исходить от того учреждения где ты учишься было бы очень интересно узнать какие из российских университетов будут регистрироваться в программе ссылочку на форму заполнения оставили в описании facebook представила свои первые смарт-очки которые вышли под известным брендом ray-ban ценник стандартной версии около 300 долларов это примерно от 20000 рублей только на данный момент они скорее всего не будут поддерживаться в нашей стране ничего удивительного очки и появится в продаже в сша канаде великобритании италии ирландии и австралии ну а теперь про наполнение самих очечий дизайн у них классический что уже многих привлекает устройство имеет две фронтальные камеры с разрешением по 5 мегапикселей есть микрофон динамики и сенсорная панелька для управления чтобы сфоткать или записать видео необходимо будет нажать на кнопку в оправе или например сказать сделай фото через них можно будет воспроизводить звук только музыку наверное будет не очень приятно слушать а вот созвониться и поболтать вполне возможно в комплекте идет футляр со встроенной зарядкой сейчас очки не особо вписываются в представление о действительно умных устройствах где же дисплеи с голограммами где дополненная реальность увы пока нет на данный момент не вижу в них как таковой пользы если только попонтоваться и главное случайно на них не сесть а то понты продлятся недолго на гитхаб можно бесплатно скачать шейдер окна simple ocean он предназначен для имитации векторного смещения волн при использовании реализуются затенение пена уровень воды и прочая ссылочка в описании анастасия сафари выпустил mix color 4.0 это плагин для photoshop позволяет смешивать цвета так как если бы они были настоящими масляными акриловыми или акварельными красками в последнем выпуске переработали интерфейса он не изменялся уже аж три года добавили опции для извлечения цветовых палитр из изображений и кроме того теперь система автоматически дает имена новым образцам стоит 19 баксов у excel представили миксер 2021.1.2 выпуск небольшой добавили опцию автоматического создания слоев для каждого набора текстур улучшили интерфейс исправлены многочисленные ошибки и это обновление доступно только для windows ссылочка на скачивание оставили в описании реалюжин обновили свою макап библиотеку actor core добавили в него анимации стандартных персонажей подойдут для использования в архитектурной визуализации играх или в качестве фоновых персонажей для vfx количество полигонов варьируется от 7000 до 20 в смысле тысяч каждая моделька имеет настройки как полностью тело так и лица включая 60 бэнд шейпов и появляются в универсальном формате fbx контента достаточно много только вот смик сама наверное все равно не сравнится спасибо друзья за просмотр пользуясь случаем хочу передать привет своей маме вам привет и поблагодарить вас за то что остаетесь на нашем канале смотрите эти сложные действительно новости которые мы будем стараться как-то разбавлять как-то развлекать чтобы вам не было скучно все лето мы работали над нашей компании поэтому роликов выходило не так часто и времени на это совсем не было сейчас мы будем делать реальный движ прокачивать нашу индустрию и делать офигенные мультики поэтому подписывайтесь на наш канал и обязательно ставьте лайки это помогает продвижению нашего канала и удачи мои друзья